Лето, отпуск, море. Ожидается, что с 1 июля можно будет свободно путешествовать по стране. Но одна из самых главных сложностей этого сезона это то, что нельзя запланировать свой отдых заранее. Система бронирования работает, можно уже сейчас выбрать себе место размещения в Краснодарском крае, в Крыму, в Алтайском крае в ряде санаториев начали принимать первых гостей из других регионов. Но пока есть оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Заполненность гостиниц и других объектов для размещения в этом сезоне не будет выше 60% в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по организации проживания туристов во время снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Одно из самых популярных направлений для отдыха в нашей стране в этом году это Краснодарский край. С 21 июля там ослаблен контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Но прибывающие на отдых граждане должны будут уведомлять, куда они направляются. При въезде в край обязательно будет измеряться температура тела. Соблюдение социальной дистанции при отдыхе должны контролировать сами туристы. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательного помещения в обсерватор всех приезжающих на территорию полуострова жителей других субъектов Российской Федерации. При этом измерение температуры, осмотр для выявления внешних признаков УРВИ по-прежнему будут проводиться в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту. О туристическом сезоне 2020 поговорим с гостей в студии Валентина Асеева, представитель Российского союза туриндустрии. Валентина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Валентина Владимировна, границы пока закрыты. Тем не менее, летний сезон начинается от пусков через неделю. И вот турфирмы пересматривают как-то свои предложения на внутрироссийском рынке? Конечно. За этот период, что мы находились в изоляции или на карантине, очень много подготовили предложений для наших дальневосточников, как и коротковременные маршруты, ну, в плане того, что выходной день или загородные какие-то поездки в пределах регионов, в пределах рядом находящихся регионов. Это тот же Сахалин, Камчатка, Приморский край. Но это, знаете, как бы так скажем, ну, не тот отдых, который хотел бы каждый воспользоваться. Потому что, допустим, не для каждого ходить с рюкзаком по каким-то тропам, сплав по горным рекам, конечно, все ожидают теплое море. И большой, конечно, плюс в том, что в этом году с 5 июля планируются вылеты прямых рейсов беспосадочных из Хабаровска в Крым, и с 7 июля два раза в неделю, чистота вторник и пятница, рейс из Хабаровска в Сочи. Это большой плюс, борт большой, 522 места в самолете, комфортабельное судно авиакомпании России. Поэтому надеемся, что... Вы знаете, Валентин Владимирович, ну, наши дальневосточники очень привыкли к чартерам в Таиланд, во Вьетнам, когда ты, в принципе, оплатил 20-30, может быть, 40 тысяч рублей и полетел себе отдыхать, у тебя уже забронирована гостиница, вот оно море и спокойно можно сходить. Вот уже есть рейсы, вы сказали, значит, в Крым и в Сочи, а есть ли возможность как-то чартерам и, может быть, с путевками уже с размещениями? Вот эти как раз рейсы, они будут выполняться именно на чартерной основе. Заказчиком является крупный туроператор московский. Это не регулярный рейс, а именно чартерный. И поэтому в системе международного бронирования или внутренних перевозок вы билеты пока не купите, они не опубликованы. Вы только можете купить турпакет именно в туристической компании. Те, кто хотел бы сэкономить и как-то, ну, учитывая свой бюджет, сохранить, конечно, надо рассчитывать на первые рейсы. Июльские рейсы дешевле. Август уже, конечно, дороже. Поэтому здесь уже необходимо потребителю принять решение, когда он сможет сдвинуть свой отпуск и воспользоваться скидками, дискаунтами. А можно ли, например, понимать порядок цен, который будет вот на эти рейсы? Ну, допустим, вот если мы возьмем первые цены, как только мы начали продажи, там выходило порядка 28-36 тысяч на двоих, на 9 ночей. На двоих? На двоих, да. Это первые рейсы, хочу отметить. Сегодня пошла очень хорошая загрузка на первые рейсы, поэтому потребители могут быть спокойны, что они состоятся и будут выполнены, потому что загрузка хорошая. А уже, естественно, туроператор, он не может работать постоянно в убыток или давать хорошие дискаунты. Конечно, допустим, на те рейсы, которые будут большим спросом пользоваться, а это август месяц, он поднимает уже цены. Но вот эти цены, которые вы назвали, это без учета размещения, да, наверное? Полностью. Это перелет, трансфер. Пакет. Да, пакет, полный пакет услуг. Вот есть просто, что это миф получается тогда, что говорят, что вот за ту же цену, за которую мы отправляемся в Таиланд или на Бали, например, можно съездить в Краснодарский край там или... Но это только на первые рейсы, конечно, когда еще не каждый себе может позволить. У кого-то дети еще не закончили образовательный процесс, и все-таки, чтобы запустилась программа. И то, я так скажу, те первые даты, и кто пораньше обратился в компанию, они купили по таким хорошим ценам, сегодня цены уже немного выше. Уже выше, но тем не менее еще за 48-50 на двоих можно приобрести на 9 ночей тур на первые рейсы. Ну вот еще, что касается сервиса, давайте поговорим, потому что, понятное дело, что наши российские туристы привыкли за границей, что, ну, полный пакет, да, хороший сервис. Вот насколько вообще приемлемые условия для отдыха предлагают российские гостиницы и базы отдыха? Конечно, не хочу лукавить, допустим, отдых за рубежом, он более качественный, он спрогнозированный, предлагается масса различных и по низким ценам каких-то экскурсионных программ. Мы уже уверены и, так скажем, в организации питания. Как нас примет Краснодарский край и Крым в этом году, учитывая, что по прошлогодним путешествиям от многих туристов были жалобы. Но учитывая, что они все же просидели также на карантине, мы надеемся, что они подготовились. Конечно, есть у нас страхи, риски, чтобы не было двойных бронирований, потому что сегодня, конечно, они тоже немножечко, так скажем, ошарашены тем потоком, который уже пошел в этом направлении. И, может быть, вы видели в соцсетях ролики, и также нас информируют наши, как скажем, коллеги, что даже очередь создается при поселении в гостинице либо в санатории. Потому что необходимо выполнять все требования Роспотребнадзора, заполнение много документов, проверок, и это влечет за собой, конечно, скопление. Валентина Владимировна, а вот можно ли говорить, что вот не благодаря, а вопреки, да, вот той ситуации, которая сложилась, это стало импульсом для развития внутреннего туризма по России, если такая загрузка идет на курорты Краснодарского края и в Крыму? Я бы тут сказала, знаете, вот этот спрос, он, конечно, увеличен, но дай бы, чтобы выдержали этот спрос. И надо отметить, что не готова на сегодняшний день Россия принять всех желающих на отдых. Поэтому заграница все равно спасает наших потребителей и нас в том числе. Почему? Потому что не всех могут разместить. Нет такого объема гостиниц, нет такого объема санаторной курортной зоны, который бы позволил обеспечить турами и отдыхом. Поэтому все-таки очень жаль, что правительство все же задерживает. Именно с ответом мы постоянно отправляем запросы, когда же будут открыты заграницы, какие страны. В первую очередь, не секрет, что с 1 июля послабление – это страны СНГ бывшие. А потом уже, конечно, те страны, где чистые. И не секрет, что некоторые страны не хотят отпускать российских туристов. Но надеемся все-таки, что в августе месяце мы надеемся, что все же заграница откроется. Надеемся, потому что все уже ждут сезона отпусков, хотят отдохнуть и путешествовать. Надеюсь, что у нас получится это сделать в этом году. Спасибо вам большое. На студии была Валентина Асеева, представитель Российского Союза Туриндустрии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!